Типы женщин, которыми манипулируют мужчины. Поддержать, помочь, посоветовать, подарить ему денюжки, открыть ему бизнес. И многие мужчины альфонсы. Вот эти манипуляторы и плохие, недостойные мужчины, они видят таких женщин насквозь. Почему мой мужчина ревнует меня без повода? О, значит любит. О, значит я ему цена. О, значит меня оберегает. И все ей подружки говорят, да ты себя не ценишь, давай уходи. Это как раз те мужчины, которые искусно научились манипулировать. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Итак, первый тип манипуляции это жалость. Это когда мужчина давит на жалость женщины, да, и он тем самым вызывает в ней теплые чувства. И проблема в том, что жалость, это такое схожее чувство, оно по сути, нельзя же сказать, что оно какое-то неприятное, правда же? Это теплое чувство, оно даже чем-то похоже, знаете, на такие, на любовь, на какое-то объятие, похоже на поддержку, похоже на сопереживание. Но на самом деле, если взять жалость в чистом виде, это на самом деле разрушительное чувство. Женщины, в которых присутствует много жалости, по отношению к себе, по отношению к мужчинам, конечно же, ею легко этим манипулировать. Например, когда мужчина может жаловаться, что у него что-то не получается. И у многих женщин это вызывает какое желание? Поддержать, помочь, посоветовать, подарить ему денюжки, открыть ему бизнес. И казалось бы, что это, блин, это же с целью ему помочь, с целью сделать человеку хорошей, ему же нужна помощь. И многие мужчины, альфонсы, мужчины, которые живут женщинами 50 на 50, мужчины, которые живут за счет женщин, мужчины, которые месяцами, либо годами, либо десятками лет не работают, а его жена или женщина работает на двух-трех работах, это как раз те мужчины, которые искусно научились манипулировать женским чувством жалости. Поэтому это какая женщина обычно, какой это портрет? Это такая а-ля мама, да, или а-ля спасательница, мама, советчица, помощница. Какой совет может дать этой женщине? Перестань спасать мужчин, перестань помогать мужчинам, начни спасать себя, начни помогать себе, перестань эту энергию, многоэнергию, ресурсов, которые ты вкладываешь в мужчину, начни давать это себе. Но как происходит в логике у этой женщины? Она думает, сейчас я ему все это дам, сейчас я его спасу, сейчас я ему помогу, сейчас я его в кавычках поддержу, и в ответ я получу то же самое. Но, к сожалению, в ответ они, мало того, что они не получают то же самое, а что хуже, они в ответ получают ни благодарность, ни уважение, и в итоге они говорят, я ему все, а он не ценил. Следующий тип манипуляции это унижение. Это когда мужчина намеренно убивает женщине самооценку, который говорит такие фразы. Да кому ты нужна с ребенком или с двумя детьми? Да кому ты нужна такая некрасивая или с лишним весом, или какая-то не такая? Современными словами это можно назвать мужчина-абьюзер, да, мужчина-тиран. Но правда в том, что несмотря на то, что этот мужчина ужасный и действительно делает этой женщине плохо, но, к сожалению, она не может без него, и, к сожалению, ей одной гораздо хуже, чем с ним таким недостойным. И поэтому ради того, чтобы не быть одной, ради того, чтобы не попасть в какую-то неизвестность, где она будет одной без мужчины, она готова терпеть. И поэтому эта женщина с таким большим страхом одиночества, большим страхом остаться одной. Если посмотреть в ее историю, детство, скорее всего, зачастую, она росла либо без отца, либо вообще, в принципе, без родителей, либо отец рано ушел из семьи по какой-то причине, часто потому что между мамой и папой была ссора. И у этой женщины есть страх остаться одной. Для того, чтобы компенсировать этот страх, она готова быть супернедостойным мужчиной. Уж лучше быть супернедостойным мужчиной, чем одной. И да, логикой она понимает, но это же ненормально, блин. И все ей подружки говорят, да ты себя не ценишь, давай уходи, срочно там давай другую жизнь. И звучит это действительно справедливо, но ей очень сложно, потому что такое большое количество страхов, такой большой страх перед неизвестностью, что пока что она терпит. И, к сожалению, многие женщины в этом проживают всю свою жизнь. Следующий тип манипуляции, это когда мужчина манипулирует своей ревностью. Это не значит, что мужчина такой думает, так, как буду мне манипулировать? О, буду манипулировать ревностью. Или это не значит, что все ревнивые мужчины, они это делают осознанно. Многие из них ведут себя неосознанно. И почему же это манипуляция? Потому что есть женщины, которые ревность ассоциируют с любовью. Если ревнует, значит любит. Если он такой, знаете, особенно в начальной стадии отношений, он не разрешает идти с подружками. Ой, какой такой властный, заботливый. Ой, какой, знаете, вот такой чувствуется такая дикая мужественность. И поначалу это очень приятно. Эта женщина воспринимает ограничения со стороны мужчины, она воспринимает это с позитивом. Да, такой его какую-то гиперопеку, какой-то гиперконтроль. Это не одевать. О, значит любит. О, значит я ему цена. О, значит меня оберегает. На самом деле зачастую это нездоровая реакция мужчины. И, к сожалению, эта женщина начинает, так сказать, распознавать, что на самом деле происходит, уже когда, знаете, на стадии, когда ей неприятна эта ревность. И она зачастую задает такой вопрос. Ярослав, а почему мой мужчина ревнует меня без повода? Я же ему верна. Почему эта ревность, он ревнует чуть ли не к дверной ручке? Почему мужчина так себя ведет? Еще раз повторю, это не значит, что он осознанно решил так манипулировать. У него тоже есть свои страхи. Зачастую это связано с его взаимоотношениями с мамой. Он видел в взаимоотношениях своих родителей, или взаимоотношениях мамы с мужчинами какую-то игру. И поэтому у него есть подсознательное некое убеждение, что женщины изменяют. Или если женщину не контролировать, не ограничивать, то это будет измена и неверность. И поэтому он в страхе всеми возможными способами ее ограничивает. И да, к сожалению, часто такие женщины впадают, как и в предыдущем варианте, впадают в некую зависимость от мужчины. Часто это как раз женщины, которые как-то так внезапно оказалось, что она полностью зависит от мужчины и эмоционально, и материально. Следующий тип манипуляции это обида. И, конечно же, в этот тип манипуляции знаете, потому что и женщины, ну вообще многие это используют, потому что это идет тоже из детства. Когда родители к нам плохо относились, что мы делали как дети, большинство из нас, мы обижались. Почему? Потому что это тогда для нас был способ показать, что нам неприятно какое-то поведение или отношение родителей. И это был как бы быстрее способ получить родительскую любовь. Потому что по-другому мы не умели. И часто мы эту же стратегию, эту тактику переносим во взрослую жизнь. Это касается и женщин, и мужчин. Я считаю, что обида это манипуляция. Нужно от этого избавляться. Если вы это делаете, пожалуйста, избавляйтесь от этого, прорабатывайте это. Но если вы встречаетесь с мужчиной, который часто обижается, знаете, это его детское поведение. И это не значит, что вы придете к нему и скажете, слушай, ты ведешь себя как ребенок. Посмотри, пожалуйста, это видео на YouTube. Кстати, я не советую вообще мужчинам. То есть, если вы хотите улучшить отношения, я знаю, что некоторые зрительницы пересылают мои видео мужчинам. Пожалуйста, не нужно этого делать. Это вызывает агрессию. Так вот, это манипуляция. Манипуляция молчанием, манипуляция часто обижаться. Когда это происходит разово, либо в каких-то редких случаях, наверное, это проще разобрать. Но если вы видите, что это происходит с определенной регулярностью, то это манипуляция. Конечно же, если с мужчиной поговорить, он не считает это манипуляцией, потому что это его некая автоматическая реакция из детства. Следующий тип манипуляции, это те женщины, знаете, такое, она постоянно чувствует себя виноватой. Она бросает мужчину, который к ней недостойно относился. Что потом происходит? Она думает, блин, наверное, я что-то сделаю не так. Наверное, может быть, нам нужно возобновить отношения. Наверное, я была не права. Когда она расходится с мужчиной, и ребенок растет без отца, она чувствует себя кем? Плохой мамой. Ведь она не смогла удержать или сохранить отношения. И теперь ребенок растет без отца. Там дочка или дети, да? Теперь я плохая мама. Вот мужчины на меня не смотрят. Это, наверное, со мной что-то не так. Или же, вот мне не дарят подарки. Это со мной что-то не так. Вот мы с мужчиной занялись сексом на первом, либо десятом свидании, и он исчез. Это я виновата. Наверное, что-то не так. То есть, это те женщины, которые, ну, у них подсознательная программа, чувство вины. Они во всем чувствуют себя виноватыми. И такими женщинами, конечно же, очень легко манипулировать. И вот эти манипуляторы и плохие, недостойные мужчины, они видят таких женщин насквозь. Как вы понимаете, как манипулировать? Ували с работы, не получился бизнес. Он не уделяет ей внимания. Это ты что-то не так делаешь. Это тебе нужно поработать над собой. Это тебе нужно у... Со мной все ок. С тобой что-то не так. И опять же, женщина может быть умом понимать, что, блин, ну это же ненормально. Такого же не может быть, что я во всем всегда виновата. Недостаточно понимать умом. Важно разобраться со своими семейными сценариями и автоматизмами. Смотрите, и когда многие девушки, которые сейчас проживают некий этап взаимоотношений с мужчинами либо с мужчиной-манипулятором, у них вопрос какой? А как от этого защититься? А как этого манипулятора определить? И они очень много посвящают времени, чтобы читать статьи и смотреть видео, как кого-то определить, как от кого-то защититься. И в принципе, наверное, это полезно. Но я все-таки сторонник того, чтобы инвестировать свое внимание и энергию не на то, как от чего-то защититься, не на то, как что-то определить. То есть я бы задал себе вопрос, а чего я на самом деле хочу? Ну, ты хочешь защищаться от манипуляторов, либо же ты хочешь встретить достойного мужчину. Ты хочешь определять недостойных мужчин, либо ты хочешь построить действительно классные отношения. И для того, чтобы перейти к этапу фокусировки своей энергии, внимания на то, как чего-то достичь, как к чему-то прийти, а не как от чего-то защищаться, я рекомендую тебе разобраться, работать не с последствиями, опять же, а с корнями, с фундаментом. Разобраться, если я постоянно чувствую виноватой себя, откуда это идет? Почему? Откуда это пришло? Понятно, что все у нас идет из детства, да? Или же, если я боюсь, мне очень страшно остаться одной. Как это происходит в моей жизни? Откуда это? И я считаю, что нужно прорабатывать корни проблем. И тогда не будет негативных последствий. Более подробно мы это разбираем на бесплатном онлайн-курсе, который называется «Мужчина. Честная инструкция». На протяжении нескольких вечеров мы разбираемся, как это происходит, откуда это идет, как связаны взаимоотношения родителей с вашими текущими отношениями, как это проработать, какой самый короткий путь, как прийти к тому, что вы на самом деле хотите. В жизни и в отношениях. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где эти и другие темы мы разбираем максимально подробно. И следующий вопрос, конечно же, который задают девушки, это как они пытаются менять партнера, они пытаются менять манипулятора. Воспитывать его, читать ему лекции, подсовывать ему какие-то статьи, объяснять, что он неправильно, некрасиво себя ведет, или же, знаете, так угрожать, наигранно угрожать, что скоро я тебя брошу или уйду, если ты так продолжишь себя вести. Она пытается менять другого человека. Поймите, пожалуйста, что если возле вас недостойный человек, есть два вопроса, которые вам нужно себе задать. Первый вопрос, а что меня в нем привлекло? Ну он недостойный, окей, а как я так выбрала его? Что меня привлекло в этом мужчине? Если он такой манипулятор, плохой, как так я очаровалась им, да? Или что мотивировало меня выбрать этого мужчину, быть с ним? И второй вопрос, не менее интересный. А что манипуляторам нравится во мне? Что его держит со мной до сих пор? Все мы хотим изменить президента, изменить курс доллара, начальника, подчиненных, партнера. У всех есть это желание. Но, к сожалению, так не работает. Работает только тогда, когда меняемся мы. И здесь есть два сценария. Когда меняешься ты, тогда меняется и твоя реальность, тогда либо человек действительно изменится рядом с тобой, который, либо же ты выйдешь на новый уровень, и уже на тебя эти манипуляции действовать не будут, и у тебя уже не будет, знаешь, вот этой зависимости, что тебя держит возле этого человека. И ты поблагодаришь этого человека за опыт и пойдешь дальше. Как будет в своем случае, когда ты будешь менять себя? Здесь нет стопроцентных гарантий. Скорее всего, здесь статистика 50 на 50. У части людей, части отношений меняется партнер, у половины партнер не меняется, но меняетесь вы. Важно понимать, что когда вы сфокусированы на изменении партнера, вы не живете своей жизнью, к сожалению. Вы большое количество энергии спускаете в никуда, и абсолютно бессмысленно. И, кстати, попытка менять партнера, это и есть то, что привлекает недостойных мужчин. Я считаю, что вот те женщины, которые сфокусированы на проработке себя, на прокачке себя, на изменении себя, улучшении себя, они привлекают достойных и классных мужчин, которые подтверждают ценность этой женщины. Когда ты хочешь менять партнера, ты привлекаешь таких же мужчин, которые пытаются менять тебя. А любой из манипуляторов мужчин, это тот, кто пытается рихтовать менять тебя. То есть у вас такие отношения, вы пытаетесь друг друга рихтовать. Да, и еще вариант. Ну окей, он недостойный, я сейчас поменяю, найду другого более достойного. Это пример как с работой. Смотрите, если я сейчас зарабатываю определенную сумму на работе, ну вряд ли я могу там бросить работу и пойти найти вот резко лучше работу, вот прям резко в разы лучше. Такое может быть? Да, такое может быть. Но, скорее всего, это как лотерея, как удача. Но для того, чтобы мне найти лучше работу, если у меня есть такая цель, мне нужно самому вырасти как специалист. А если я буду просто менять работы, плюс-минус они будут одинаковые. А часто даже не исключено, что одна будет хуже другой. То же самое в отношениях. Да, я понимаю, что есть случаи, возможно, даже среди ваших подружек, когда вот у нее был недостойный, она его бросила, и, так сказать, и раз, и встретила достойного. Я знаю такие истории. Таких историй тоже немало. Но если мы посмотрим на процентное соотношение, это минимальное количество таких историй. Если вы же все-таки предпочитаете не играть в лотерею, а управлять своей жизнью осознанно, разумно, и не надеяться на счастливый случай, а быть достойной женщиной и человеком, и получать то, что вы на самом деле достойны, я все-таки рекомендую выбрать путь развития, а не путь лотереи. Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока!